Здравствуйте, люди добрые, души чистые, Вадим Карабинский на связи. Будни из родового поместья семьи Карабинских. 6 утра, встал пораньше специально для того, чтобы записать звук для нового выпуска Будни из родового поместья. Просто времени совершенно нет абсолютно. Вот в 5.50 я встаю для того, чтобы в 6 утра, вы помните, по просьбе Анастасии, светлые мысли посоздавать для того, чтобы найти ответ. Ну, те, кто читатели книг Владимира Мегре, те помнят, для чего в 6 утра, хотя бы 15 минут, мы думаем о чем-то светлом, добром для Земли и для нашего общего будущего. Потом сразу на тренировку по Голтису, кстати, на семинар я приглашал, никто не отозвался. Мне искренне жаль, что это знание передать не получается. Ну, ладно, здесь в локальном масштабе передаю. Вот сосед по Голтису начал заниматься, сейчас вот брат приехал, тоже начнет по Голтису заниматься. Ему как раз для исцеления спины самое то. Тренировка прошла, потом сборы на так называемую работу. Напоминаю, что у нас залезка артель, и мы занимаемся стройкой. У нас заказов предоплачено до октября, и в этом сезоне, скорее всего, мы новые заказы уже брать не будем, потому что у нас их столько, что просто в поместье делать ничего, получается, времени нет. Вот три дня отработали, сейчас вот один день вчера был выходной, я хотя бы какие-то саженцы успел посадить. Кстати, сажал те саженцы, которые куплены в честь рождения Ульяны на те деньги, которые вы, мои зрители, читатели, кто-то из вас нас поздравил, и я благодарно сажал эти саженцы. Вчера это была ель коника, ель сербская, можжевельник казахский и еще какой-то можжевельник, ну их много, для них нужна кислая почва, но питательная при этом, поэтому пришлось снизу оттуда со своих болот торфа возить много тачками, в общем, вчера тоже трудовой день был. И вот это все допоздна-допоздна, мы обычно там, ну, нашу артельную работу заканчиваем часов в 19, и, соответственно, к часам там в 20, вот мы уже дома в поместьях, и получается, что на любую какую-то интернет-деятельность, просто подойти к ноутбуку, открыть, и уж тем более что-то там сделать, ни времени, ни сил не остается. И в таком вот режиме, авральном будни в родовом поместье, именно об этом вот я и вышел, вот сейчас пораньше рассказать. Ну все, дальше смотрите новую нарезочку, которая накопилась, накопилась еще, снег еще лежал, с тех пор еще не выложенное видео. Поехали! О наших буднях в качестве многодетных родителей. Ну, общими словами, все прекрасно, правда, основной, в кавычках, кайф ловит Галина, потому что она, получается, сейчас с детьми сидит, а я в формате залезкой артели тружусь на объектах в ближайших селах, и, так сказать, получая удовольствие, уже получается только примерно с 20.00, там, до 22-23, когда Галину чуть-чуть освобождаю, она идет заниматься козами, я вот укладываю, насколько это возможно. Все прекрасно, дети чудесные, дети прекрасные, в формате родового поместья воспитывать их очень просто, по сравнению с тем, как если бы, ну, мы жили бы в квартире тут уж. Это невозможно отрицать. Все-таки 9 гектар, которые, ну, нашим детям доступны, ну, конечно, они не пользуются всеми 9 гектарами, они тут вот на ближайших двух гектарах ходят, бегают. У них развлечений огромное количество. Они столько, что даже до лошади не доходят, лошадь неинтересна. Козами занимаются, песочницами своими занимаются, тут всеми, там, шишками, палками, игрушками, водой, конечно, лейками. Они за Галиной все повторяют, все, что она там сажает, рассаду, землю, там, саженцы поправляет. Огромное количество вот работы, которую Галина делает, они тоже пытаются делать, повторяют, осваивают, понимают старший, прекрасно понимает. Это, естественно, детские процессы. В поместье отличие в том, что нету ограничений, вот никаких, абсолютно нигде, ни в чем. Он просто вышел и хоть до ночи ковыряйся и все это делай, все твое творчество сколько угодно. Устал, пошел домой, понятно, дома всякие там рисовалки, писалки, читалки. Это плавно. На днях в Петрозаводск приезжал Равиль на своем Сармат-мобиле, вот с макетом ракеты Сармат, с установленными заданиями на Вашингтон. Петрозаводчане заценили, многие подходили фотографироваться. Мало кто понимал, конечно, но наши активисты НОД местные раздавали газеты, объясняли. Конечно, когда есть такая наглядная агитация, пропаганда такой, то люди быстрее понимают, просто проще объяснять, что такое отечество, почему его надо защищать, от кого его надо защищать, как его защищать правовыми методами, как победить в СВО бескровно и почему мы в СВО не можем победить никак физически. Ну и мне тоже удалось в пикете постоять, очень с собой горд. Залезская артель, конечно, в основном занимается деревяшкой в деревянных домах, но иногда вот и на такие объекты, где нужно очень много пылить, пилить кирпич, просто страшное количество пыли. Мы тоже выезжаем, трудимся. Вот сейчас мы в местном магазине нас попросили расширить проходы, мы все за один день сделали четко, чисто, за собой прибрали. Заказчик доволен, мы тоже не в обиде, взяли нормальные деньги. А, уже снимают? А я, пользуясь случаем, напоминаю о том, что 1-го 11-го августа здесь у себя в поместье в Карелии я провожу карельскую заставу. Нет, я организую, я не ведущий девичью заставу, там хозяйка моя жена, помощница соседка, все многодетные мамы, бабушки. Многие девочки приезжают с мамами, то есть получается такой чисто женский коллектив, в котором занимаются чисто женскими делами. А юношескую заставу проводят атаман Константин Тартарин, дядьки-наставники, и вот этих мужиков, воспитанников, мальчиков, будущих мужчин. Приходится собирать по регионам, кто способен заниматься такими вещами 10 суток подряд. Истинно такой чисто мужской коллектив живет в мужских энергиях, в мужских решениях, в мужской ответственности. Да, дисциплине это неотъемлемая часть заставы. Парни, кстати, живут в палатках, то есть это такая полупоходная жизнь, так как у нас хорошие навесы, хорошая кухня, прекрасный повар. Тут нету таких бытовых трудностей, просто проживание в палатках. Но 1-й 11 августа это лето, и, кстати, в это время уже отключают комаров, так что здесь и с насекомыми все хорошо. У парней много походов, особенно на Онежское озеро. На Онежском озере купание, песочек, пляжи, там фантастично красиво. Приглашаю ваших парней, ваших дочерей на наши заставы. Пишите в личные сообщения, я просто высылаю сразу текст с полным раскладом по всему-всему. Или можно найти группу ВКонтакте девичьей заставы в Карелии и юношеской заставы в Карелии. До встречи! Вот я и в поместье, предстоит разобраться со всем этим добром. У меня всего два дня. Так-то мы позавчера залили фундамент на очередном объекте Шолтезера. И съездили вчера в город вот за этими саженцами. И вот у меня сейчас два дня перерыва, пока фундамент застывает. Надо это все посадить. И вряд ли мне любого поможет. Только если какими-нибудь нравоучениями... Типа туда, сюда, возьми! Не, 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 не! Ура! Младший брат приехал! Наконец-то! Вот прям вот так вот и приехал. Ну ладно, на самом деле он приехал на машине, выгрузил свой основной транспорт и на него пересел наконец-то. Теперь мы вдвое больше для нашей коровки сена накосим. И, конечно же, с Днем Победы! Победили в 45-м, победим и сейчас. Быть добры! КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует...